Binance, крупнейшая площадка в России для криптовалют, ограничит доступ для жителей России на сумму более чем 10 тысяч евро. Такая новость появилась сегодня. Что это значит для пользователей? Грозит ли это чем-то плохим и катастрофическим? Что с этим делать? И как это пользователи из России будут обходить? Посмотрите до конца, и я это все детально по пунктам разложу. Итак, новость, которую мы видим. Binance ограничит доступ на сумму более 10 тысяч евро. Если вы посмотрите по всем сейчас заголовку новостных, вас будут пугать журналисты, что санкции коснулись централизованных площадок. Binance самая большая биржа, за Binance последуют остальные биржи. Все, криптовалюты начинают умирать, они перестают быть такими доступными, как ранее. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся. Вы видите, что на афише нас пугают, также нас начинают пугать на других площадках, связанных с криптовалютами. Давайте посмотрим на официальное обращение Binance и разберем по пунктам, насколько это страшно, так ли это страшно и что с этим делать. Я скачал для вас обращение, его видно на экране. Давайте посмотрим. Ответы на вопрос, прекратит ли Binance предоставлять услуги в России. Прекращение работы на данный момент не планируется. То есть это значит, что Binance будет дальше работать так же, как работал, только сумма, с которой он работает, будет не более чем 10 тысяч евро на одного пользователя. Второе. Binance говорил, что не будет ограничивать учетные записи граждан России. Почему вы это сейчас делаете? Binance на это говорит, что действительно мы не хотели это делать, но на нас давит Европейский Союз, он вводит санкции и мы юридически обязаны этим санкциям подчиниться. Третье. Сумма активов моего аккаута превышает 10 тысяч евро. То есть у меня лежит, допустим, больше чем 10 тысяч евро. Что мне делать? Binance нам говорит, что если вы не предпринимаете никаких действий, то ваша учетная запись будет переведена в режим только для вывода средств. То есть это означает, что вы не сможете пользоваться никакими функциями Binance до того, пока вы не ограничите свою сумму ниже, чем на 10 тысяч евро. То есть вы обязаны будете вывести эту сумму со своего кошелька. И отсюда следует очень важный вывод. Никто свои деньги не потеряет. Binance даст спокойно вам эти деньги вывести со своего счета. Четвертое. На моем счету меньше 10 тысяч евро. Что произойдет, если стоимость моих активов превысит 10 тысяч евро? И Binance нам объясняет, что если стоимость активов превысит 10 тысяч евро, тогда ваша учетная запись будет ограничена. Что это значит? Это значит, что мы продолжаем пользоваться Binance, но мы должны следить, чтобы наша сумма эквивалентна всех монеток, всех токенов, которые у нас есть, не превысила 10 тысяч евро. Пятый вопрос. Интересный. Как долго будут действовать санкции? Эти ограничения? Тут написано, что Binance не знает, так как санкции исходят не от Binance, а от Европейского Союза. Поэтому он будет следить за законодательством уже Европейского Союза. Шестой вопрос. Для тех, кто торгует активно на Binance и использует фьючерсы. У меня есть открытая фьючерсная маржинальная позиция. Что мне делать? Спрашивают пользователя. Граждане России и лица, проживающие в России, с открытыми фьючерсами и контрактами, стоимость которой превышает 10 тысяч евро, потребуется для закрытия любых позиций в течение 90 дней. Что это значит? Это значит, что наши позиции, которые были во фьючерсах или каких-то деривативах, они не закроются автоматически. Нам дают, пользователям дают 90 дней для того, чтобы эти сделки спокойно закрыть. Три месяца у нас есть для закрытия все сделки. Седьмое. У меня есть активы, вложенные в такие проекты, как Falkadot и иные. Входят ли эти активы в эти ограничения? То есть, условно, я заморозил какую-то сумму и ожидаю, что мне начислят токены или придет какой-то бонус через определенное время. И Binance говорит, да, считается вся полная стоимость токенов, и этим нужно заниматься. То есть, стоимость нужно токенов ограничивать, уходить под лимит до 10 тысяч евро. Будут ли затронуты корпоративные аккаунты? То есть, аккаунты, которые открыты на корпорации? Binance говорит, да. То есть, это касается не только физических лиц, но и юридических. То есть, касается каждого уникального пользователя Binance. Давайте разберемся в реальности. Как пользователи из России будут это обходить? Как они будут с этим жить? Настолько ли это драматичная ситуация, как нам показывают журналисты? На самом деле, это не так драматично. Если у нас сумма не превышает 10 тысяч евро, мы также продолжаем пользоваться этими услугами Binance. Мы покупаем валюту, продаем валюту, переводим валюту, используем как платежные средства и так далее. То есть, в данном случае, функционал не ограничен. Что делать, если у пользователей больше, чем 10 тысяч евро? Тут в помощь придут, наверное, друзья, родственники, знакомые, которые могут открыть счета на свои имена. И тем самым, как не связанные аккаунты, люди будут пользоваться по многим аккаунтам. Допустим, если у человека есть 40 тысяч евро, и он хочет пользоваться централизованной биржей, то он может сделать себе 4 аккаунта и работать между ними. Самое главное, здесь для Binance не должно быть связи очевидной между этими аккаунтами. Что делать для платежей, для очень популярных в России P2P сделок? Они также продолжают работать. Здесь никаких ограничений не накладывается. Какой основной вывод из этой новости? Вывод заключается в том, что работать с централизованной биржей, с финансом будет сложнее, но также возможно. Вы можете, первое, увеличить количество счетов, аккаунтов, которые будут зарегистрированы на родственников, друзей или доверенных лиц. Второе, вы можете перевести свои деньги на децентрализованной бирже, где никаких санкций по определению быть не может. И третье, вы можете просто держать на счету не более 10 тысяч евро и не задумываться о всех этих санкциях, которые ввел Binance на сегодняшний день. Поэтому, друзья, не паникуем, работаем, как мы и раньше работали, не обращаем внимания на все эти кричащие заголовки, а также подписываемся на мой канал в Телеграме и в Ютубе, где я простым, доступным языком рассказываю о инвестициях, объясняю, как на самом деле работает криптомир и где сейчас можно заработать.